Ну что ж, долгожданный обзор, долгожданная книжка. Хочу сказать, что очень приятно держать книжку в руках, которая продумана до мелочей. Вот это именно тот случай. Так, даже не знаю, с чего начать. В общем, сама по себе книжка просто отлично выполнена. Оформление чисто тактильно, она просто мега приятная. Здесь вот эта иллюстрация на обложке, она объемная. И даже прикасаться к этой книжке очень приятно. История про трех сестер-девочек. Кармелу, Франку и Томасину. И старшая это Франка, потом Кармелу и Томасина. И, честно говоря, я теряюсь в догадках. Но мне кажется, что поскольку Сарда посвятила эту книжку своим сестрам. И тем летним месяцем, который они вместе проводили, и своему отцу, мне кажется, что все-таки она является вот этой героиней. То есть Кармелой. Но я не уверена. Но мне так кажется, что это она. Потом я объясню, почему. В общем, все началось. Здесь такой вот форзец яркий, да? Но без излишеств каких-то. Потому что сама книга на самом деле очень насыщена декоративными элементами. Все иллюстрации декоративные, очень классные. Очень детализированные. И настолько сделаны они тщательно, с продумыванием каждой мелочи, что видно, какой труд вложил человек в эту книгу. Просто от этого получаешь еще больше удовольствия, когда ты понимаешь, сколько человек туда вложил. И плюс ко всему, Джулия Сарда у себя на страничке в Инстаграм выкладывала множество... Множество сейчас... Забыла слово. Множество референсов. Боже, у меня просто аллергия, поэтому я мне что-то не очень хорошо соображаю, торможу. Постараюсь говорить короткими фразами. В общем, здесь есть пролог книги о том, что это началось внезапно, когда Франко почувствовал какое-то необычное чувство ее накрыло. То есть она не могла даже понять, что это такое. Она даже свои дела вот обычные расхотела делать. Там калаш рисовать или читать. И вот здесь уже посвящение сестрам идет. И вот как их увлекает водоворот событий. На самом деле там целый водоворот событий. Вот они втроем играют дома. И Франко начинает спрашивать у Кармелы и Томасины, нет ли у них какого-то чувства странного. Они говорят, что... Ну, начинают предположения разные делать, какие-то обыденные. Она говорит, что нет, типа, ничего такого. Я не могу, говорит, даже объяснить, что это за чувство. Это как будто бы какое-то статическое электричество у тебя в волосах. И волосы липнут тебе на лицо, там, и к твоим рукам. Или как будто бы... Ты хочешь есть, но в то же время ты не испытываешь желание съесть что-то конкретное. То есть у тебя нет аппетита, но ты в то же время как будто ты голоден. То есть очень странное чувство. Ну, вот посмотрите на цвета, на палитру. Она просто потрясающая. Я вообще в восторге от этой книги. Но здесь явно отсылка идёт к тому, что это Хэллоуин, скорее всего, канун Хэллоуина. Там Франко сидит с книжкой. Здесь написано, что, типа, настольная книга ведьм. В костюме ведьмы. Вот они сидят все и что-то обсуждают, в общем. Ну, и вот эта вот иллюстрация построения её, да, композиция вот эта вот, она через всю книгу идёт. И, как мы уже теперь знаем, вдохновение черпалось с египетских узоров на пирамидах. Да, вот эти вот мифические узоры, где особым образом, да, характерным для египетского рисования изображены люди, боги. Там, в общем, короли, да. Опять же, здесь, смотрите, называется королева подземелья. И там тоже короли, да, которые являются в том числе богами. А здесь королева будет являться, наверное, ведьма, я не знаю. Ну, в общем, короче, она говорит, давайте, зовёт их... Посмотри, здесь, получается, композиция на разворот, ой, на разворот, на полосу. И она полностью станковая, да, как говорит дубовик. И следующая композиция, вот мне очень нравится, когда Сарда использует вот именно этот вид композиции. Композиция знаковая, да, или символ, когда она окружена большим количеством белого пространства, и сам вещь в себе замыкается в себе, да. Мне очень это нравится, я хочу, честно говоря, это использовать сама. Вот, в общем, она их уговаривает пойти погулять туда, где не ступала нога человека ещё. Они, значит, долгое время, некоторое время думают, идти им соглашаться или нет, потому что они никогда не уходили из дома одни. И, смотрите, здесь ещё очень мило видеть у Сарды отсылки к русской культуре и русскому, вообще, к России. Вот здесь, вот, посмотрите, матрёшки, да, например. Ещё мне нравится очень, как здесь пространство, да, совершенно по-разному. Здесь, как бы, они абсолютно плоские, здесь уже видна перспектива. Здесь совершенно по-другому пространство располагается. То есть это всё такое изломанное, очень классно смотрится, и можно уместить много всего. Вот здесь вот как будто гномик какой-то притаился, криповатый. Вообще книжка по себе, конечно, сама по себе, конечно, криповатая. То есть тут много подтекстов разных. И, с одной стороны, на поверхности вроде бы такая история про то, как просто девочки пошли в путешествие за пределы дома. Но, с другой стороны, под конец, конечно, там есть такой момент, который вы увидите. И вот хотела у вас потом поинтересоваться, что вы по этому поводу думаете. Вот они вышли во двор, и здесь чувство Франки усилилось, вот это странное чувство. Она предлагает перелезть через забор, и они следуют за ней. И вот смотрите, как меняется настроение леса, да. Здесь вот всё достаточно обыденно, хотя вот этот вот петушок, да, это же символ сарды у неё на Аве, кстати, в Инстаграм. Здесь достаточно обыденно мы видим там дрогницу, да, потом дом. Ну, в общем, они перелезают через забор. И вот здесь вот начинается уже что-то такое магическое, но есть элементы, которые возвращают нас в реальность. То есть пакет, какой-то мячик, потерявшаяся машинка, бутылка. То есть видно, что они ещё не в каком-то там ботинок, не в каком-то магическом лесе пока ещё, в лесу, а ещё пока здесь, в реальности. Но чем дальше они уходят в лес, тем больше разыгрывается их воображение, и тем это пространство и вокруг них начинает трансформироваться во что-то такое сверхъестественное, магическое. Там больше символизма появляется, больше каких-то странных существ. Вы это увидите. Вот здесь они через крапиву пробираются. И всё это время Томасина и... Томасина — это маленькая девочка, и Кармелла. Они, конечно, как бы сомневаются идти за Франкой или нет, но она очень уверена и ведёт их за собой. И вот здесь они уже заходят в чащу леса, и как будто деревья думают пропускать их дальше или нет. Они начинают слышать каких-то существ. Вот здесь вот летящие, посмотрите, птицы, да, но при этом есть ещё какие-то лягушки летающие. Как будто деревья ожившие, оживать начинают какие-то сущности. И они прячутся за упавшим. Вот, посмотрите, вот это предвестник всего. И он сопровождает их, он как будто указывает им путь. Вот эти вот духи какие-то, лесные огня. Ещё здесь постоянно повторяется мысль о том, что ведьмы танцуют вокруг большого костра. И вот эти, видимо, духи огня, вот эти вот, они сопровождают их на вот это в логово королевы подземелья. В общем, они прячутся от вот этих вот каких-то существ за упавшим деревом, слышат разные шорохи, шумы там, начинают слышать. На самом деле, конечно, когда читаешь, ты понимаешь, что это детское воображение, потому что, ну, вот себя вспоминаешь на самом деле. И вспоминаешь о том, что в детстве очень часто придавал какое-то мистическое значение каким-то обыденным вещам. Для детей вообще характерно, да, вот это мифологическое мышление. И это вот здорово реальность преображает, казалось бы, обыденную какую-то. Вот, и Франко им говорит, посмотрите. И они начинают в обыденных вещах, внимание, копейка, видеть какие-то знаки каких-то необычных существ. То есть вроде бы насекомые, но они превращаются в каких-то, очеловечиваются. И опять вот это вот древнеенкипетское, да, композиционное вот это вот решение. Духов огня становится всё больше. И тут начинается настоящее их приключение. И Франко чувствует, что это то, чем я хочу. То есть я, наконец-то, я, типа, проснулась. И это вот то, что я именно хотела, как бы, почувствовать, да. И я больше не сплю, а именно проснулась. И она говорит, типа, следуйте за мной. И что там начинается? Они становятся как будто меньше, а всё вокруг них больше. Это тоже вот очень характерное ощущение для детства, да. Они побывали в гостях у паучихи, которые там рассказывали про своих 397 сыновей. Потом они встретили королеву, но не ту королеву, которая нужна была. Эта королева оказалась королевой муравьёв. Вот это вот вообще конкретно, да, древнеегипетское просто... Нет, они фрески были там, да, брельеф, наверное. Вот. И они идут дальше. И здесь они встречают похороны мыши большой. Нет, крысы, крысы, да. И Томасина такая говорит, что я, типа, хотела бы, чтобы у меня были такие же похороны, чтобы у меня на животе сидела бабочка. Типа, и мои сёстры громко стучали в барабаны. Вот. И они идут дальше. Ну, смотрите, да, все вот эти вот вещи, которые они находят, они продают им какое-то мифическое значение. Это зажигалки, это вот крышка от банки консервной. Опять же, это сама консервная банка, да, от оливок. Потом они сталкиваются с мышами летучими, которые им не нравятся, что они их разбудили днем. Потом они встречают вообще каких-то уже... У них всё, воображение там разыгралось окончательно, они там встречают каких-то вообще животных, уже не животных, каких-то существ, которые говорят там, что они съедят всё, что они поймают. Ну, это их пугает. Но девочкам уже деваться некуда, они спешат за своей старшей сестрой, которая их ведёт туда. И потом они встречают ведьм, которые... Ну, на самом деле, это вот как в один дом. А помните, там был старик по соседству, который тоже... Кевин думал про него, что он какой-то злой там преступник. И здесь то же самое. Они встречают соседку, которая со своими подругами около костра сидят, а они говорят, что, типа, так она ведьма, типа... Потому что, ну, в общем, опять же, мифическое мышление. И они ползут-ползут, бегут-бегут, и вот уже здесь всё больше и больше. То есть они явно приближаются к тому месту, где они должны встретить королеву. Подземелье. И вот они дошли. Круглая пещера. Они говорят, вот, типа, на месте мы. И Франко говорит, давайте зайдём. Ну, девочки сомневаются, но им деваться уже некуда. И там они встречают, наконец-то, в этом подземелье. Они туда заходят, встречают королеву подземелья. Не подземелья, а пещеры. Кейв. И тут начинаются бешеные пляски. На самом деле, мне кажется, что просто Франко... Ну, это моё мнение такое, что Франко под воздействием всех вот этих впечатлений, она начинает там какие-то дикие танцы танцевать, освобождая, высвобождая свои первобытные какие-то там инстинкты. И вот тут бешеные пляски. И девочки такие смотрят, о-о, типа, что происходит вообще со старшей сестрой? Она в порядке? Нет? Ну, это как будто её вот сущность, альтер-эго её, да? Но выглядит это криповато, конечно. То есть, смотря как это воспринимать. Если это воспринимать как иносказание, или как реальную историю, что они повстречали какую-то королеву, какое-то мифическое создание, какую-то ведьму. Ну, и, в общем, тут она говорит, а, так-так-так-так-так, был тот момент, в общем, я не помню, где это было, что было ясно, что повествование ведётся именно от лица Франки. То есть, я так считаю, что Джулия Сарда именно себя в ней воплотила. И после этого, значит, это вот Сальве Реджина, это по-итальянски, я посмотрела в гугл-переводчик, означает, ну, как приветствие королеве. И она тут уже как будто от лица королевы говорит, что приветствую вас там, в общем, в сердце пещеры. Короче, зовёт их с собой на пати. Девочки напуганы уже. И тут, короче, уже своё слово говорит Томасин. И тут всё прекращается резко для двух сестёр. Она говорит, так, значит, встала Витя, руки в боки. Такая, так, дома я устала, у меня болят ноги, у меня уже там, я хочу есть, у меня там ждёт лазанья, меня ждёт вкусный десерт, я хочу, я замёрзла, я голодная, я хочу домой, Кармелла. И вот, и резко все, все духи эти прячутся, всё, волшебство как будто пшик и прекращается. И... В общем, и Франко, Франко, она на самом деле, ой, Кармелла на самом деле, настолько она увлечена была вот этим действом, какими-то танцами вот этими, что она вроде бы хочет пойти вместе с Франкой, но Томасина её зовёт домой, говорит, что типа пошли, всё, уже я устала. В общем, она вынуждена идти. И здесь уже всё буднично, да, посмотрите, тот же самый пакет, который был в самом начале, он о чём говорит, о том, что это возвращение в реальность, да, происходит, вот он этот пакетик, и не только возвращение в реальность, но и потом мы сможем проследить, как, куда же они всё-таки пришли, и что это такое. Ну, это, это пещера, ничто иное, как сточные воды, да, вот этот слив сточных вод, вот явно вонючих. В общем, они решают оставить франку. Это, конечно, немножко странно звучит, да, они приходят домой, вот они идут домой, здесь уже всё так буднично, и посмотрите, здесь уже никаких загадочных растений вокруг этого выхода канализационных стоков, я не знаю, как это называется, точный вывод, да, ну, всё очень буднично, и они приходят домой, и всё очень, тут solid and real, и всё, ну, после такого путешествия, конечно, склада не была вкусна, как никогда, ванна была принятая у тепла, и кровать была мягкая, как не бывало прежде. Будничный, обычный мир, вот они, получается, их путь, да, когда они прошли вместе все, но на этом не заканчивается, это, как знаете, фильм ужасов, когда вроде всё хорошо, но тут что-то происходит, в общем, они ложатся спать, и слышат, они вдвоём ложатся спать, это непривычное чувство, что третьей сестры нет с ними, и тут заползает в дом не та Кармела, которая была раньше, ой, Франко, А Франко, немножко уже другая, видоизменённая Франко, она приносит с собой перо для Кармелы, ну, и зовёт её стать, освободиться тоже, стать такой же, не Кармелой, не Франко, не Франко, и они в конце концов засыпают. Вот такая книжка. Я так увлеклась, что я даже что-то про композиции особо не рассказывала, но, но видно, что это мега круто всё, тут как бы без слов всё понятно. Вот такая книжка. Конечно, зная бэкграунд, вот этой книги, весь её подтекст, благодаря тому, что Серда сама всё это рассказывала, её вдвойне интереснее смотреть, рассматривать и читать. Субтитры создавал DimaTorzok